Продолжение следует... ...мер по стабильному энергоснабжению и активной поддержке предпринимательства. Стимулирование внутреннего спроса и увеличение предложения на рынок способствовали тому, что уровень инфляции не превысил прогнозируемые показатели. В условиях нарастающей конкуренции на внешнем и внутреннем рынках требуется обеспечить стабильную работу предприятий и повысить их экономическую эффективность. В начале года для всех государственных предприятий был объявлен год снижения себестоимости и повышения эффективности. В связи с этим на совещании рассмотрены меры по оптимизации расходов крупных государственных предприятий, экономии энергетических ресурсов. Руководителям экономического комплекса даны поручения предотвратить необоснованный рост затрат предприятий и увеличить их финансовую эффективность. Глава государства акцентировал внимание на вопросе инфляции, подчеркнул необходимость расширения локализации повседневных товаров, содействия предприятиям в увеличении производственных мощностей. Отмечена необходимость широкого использования промышленных зон и кооперационных возможностей регионов при реализации новых инвестпроектов. Основное внимание должно быть направлено на производство продукции с добавленной стоимостью, создание рабочих мест. В этой связи поставлены дополнительные задачи по полной реализации экспортного потенциала отрасли и регионов, созданию для предпринимателей удобных логистических цепочек, для выхода на внешние рынки, повышения конкурента способности продукции. Продолжение следует...